На этой фотографии здание военного комиссариата 1914 года, в то время, когда казаков отправляли на империалистическую войну. В царские времена подобная организация называлась Управление воинского начальника. Историю того времени бережно хранят и по сей день. У меня даже где-то осталась теракопия. Ко мне приходил человек, наш терраспольчанин, у которого на руках была царская повестка 1894 года. Оригинал царской повестки. То есть, как тогда, тоже вызывали на службу, мобилизовали и так далее. И чем интересна та была повестка, мне было расписано, что должен собой человек иметь, приходя, когда его вызывают. Если у этого человека была лошадь, значит с лошадью. Завтра военный комиссариат отмечает свое 25-летие. А тогда, в 1991 году, принять решение перейти под юрисдикцию нашего государства было делом непростым. Военный комиссар террасполя Виссарион Александрович Ким на совещании в военкомате Молдовы заявил, что военные комиссариаты Приднестровской республики больше не подчиняются Молдове и будут вести свою работу самостоятельно. Роль военкоматов на самом деле очень велика для обеспечения безопасности страны. Здесь ведут учет призывников и военнослужащих запаса, занимаются проведением призыва в армию и организации медосмотров. А в военное время военкоматы обязаны в короткие строки провести мобилизацию армии. Желание служить ребят, конечно же, оно имеет прогресс. Прогресс в том заключается причину, почему дети с большим желанием идут в вооруженные силы служить. Это первое. Это сократили срок службы с 18 месяцев до 12 месяцев. Первое. Второе. Как правило, как правило, хочу подчеркнуть, призывников мы призываем и направляем служить в воинские части по месту жительства этих призывников. Но, как правило, это необязательные условия. Еще одна из веских причин, на мой взгляд, что дети с большим желанием идут служить, это то, что решением министра обороны введены так называемые дополнительные увольнения. О том, что служить хотят многие, рассказывают и врачи призывной комиссии. Бывали случаи, что парни по состоянию здоровья не могут проходить службу в армии. Но, когда есть желание, молодым людям всегда идут навстречу и дают второй шанс. Такие случаи у нас единичные. И, тем не менее, мы все равно с этими медицинскими документами направляем их в Сационар, для того, чтобы врачи Сационара, внимательно изучив эти документы, приняли новое решение. Выдали повестку на конец декабря. Так что планирую начать закрыть сессию в университете и пойти служить. А какая у тебя категория по здоровью? Б3 вроде написали. Сказали, куда? Нет, пока нет. Сюрприз. Удачи тебе в службе. Спасибо. Я искренне всем желаю мирного неба. Искренне желаю, чтобы каждый человек наслаждался жизнью, чтобы для этого все у него было. Чтобы наше государство было признанным и наши знания и умения работников военных комиссариатов пригодились только на учебных полях, на учебных картах и в учебных классах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова